Индексация зарплат, санаторное лечение, возможности для занятий спортом и профилактика коронавируса. Эти и другие темы обсудили Первоуральские металлурги на встрече, посвященной выполнению условий коллективного договора. Подробности в сюжете. Донести важные сведения до каждого сотрудника – это предусматривает формат встречи, которая проходит на Первоуральском новотрубном заводе ТМК. Вопросы здесь обсуждаются разные, например, перспективные проекты в производственной сфере и в области экологии. Перед нами стоит задача реализовать два очень серьезных мероприятия, направленных на улучшение экологической ситуации. По каждому подразделению обязательно готовимся к тому, что мы будем внедрять новые технологии, новые решения. Такой отчет руководства для металлургов стал традиционным. Встреча посвящена исполнению коллективного договора. Он заключается на предприятии раз в три года на протяжении уже 70 лет. Говорят здесь, конечно, и о социальных гарантиях, которые предусматривает колдоговор. Туда больше программ вкладывают, больше что-то делают для нас, для людей. То есть очень интересно то, что у нас расширяется отдых. То есть нам больше места предоставлять, и мы можем отдохнуть, оздоровиться. С профсоюзом мы работаем очень тесно. К примеру, для детей металлургов организуют профсоюзные смены, где юных первоуральцев знакомят с деятельностью правкома, выявляют их таланты и лидерские качества. По традиции компания оплачивает сотрудникам до 80% стоимости путевок в лагерь отдыха. Этим летом там побывали 680 школьников. Те гарантии, которые прописаны в нашем коллективном договоре, они намного превышают аналогичные у наших коллег, даже бывает по городу, либо по области. По личным вопросам работников, профсоюзным комитетом оказывается юридическая помощь от устных консультаций до подготовки документов в суд. Такая встреча – возможность задать вопросы. Их собрали заранее и передали руководству. Металлурги интересуются, к примеру, вариантами санаторно-курортного лечения, компенсацией проезда для иногородних сотрудников, организацией дополнительных площадок для занятий спортом и мерами профилактики коронавируса. Мы опять организовали абседуру ревакцинации здесь, на территории предприятия. На встречу с металлургами также пришли полицейские. Цель – предупредить сотрудников предприятия о частных случаях мошенничества с банковскими картами и попросить быть бдительнее. В нашем городе совершено таких 250 преступлений. Из них 160 – это преступления, когда сами граждане, попавшись на уловку мошенников, снимают свои деньги. На градообразующем предприятии Первоуральска сегодня трудится почти 7,5 тысяч человек. Важно, чтобы все они были социально защищены, говорят руководители. Николай Средлов, Алексей Вербицкий и Евгений Шилов. Новости Первоуральск.